Подразделения Вооружённых сил России прибывают в Беларусь на совместные учения, заявленная цель которых – отработки задач обороны в случае внешней агрессии. Украина, в свою очередь, строит вдоль белорусской границы вертолётные площадки, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов, так как Киев уверен в обострении ситуации. А в Белом доме утверждает, что Россия может напасть на Украину в любой момент. На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкин договорились провести переговоры в Женеве в пятницу. Ранее Лавров подчеркнул. Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даём. Мы требуем только одного – чтобы то, о чём договаривались, выполнялось скрупулёзно. Это касается и минских договорённостей, которые, повторю ещё раз, саботируются киевским режимом. Это касается и общей архитектуры безопасности в Европе. Лавров провёл переговоры со своей коллегой из ФРГ Аннелиной Бербок. Она отметила, в последние недели свыше 100 тысяч российских военных с танками и оружием собрались вблизи Украины, беспонятные на то причины, и трудно воспринимать это не как угрозу. Россия вновь потребовала гарантии безопасности. Мы готовы к серьёзному диалогу по взаимным соглашениям и мерам, чтобы обезопасить каждого в Европе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что европейский оборонный потенциал необходимо укрепить. Для чего нужна более конкурентоспособная оборонная промышленность? По его словам, пока рано судить о возможности прогресса в переговорах Альянса с Россией. Но диалог нужно продолжать. Я пригласил Россию и всех союзников НАТО в ближайшем будущем принять участие в серии переговоров, чтобы обсудить волнующие нас вопросы, а также выслушать Россию и попытаться найти возможность предотвратить любое военное нападение на Украину. Между тем, Министерство обороны Великобритании подготовило новый пакет военной помощи Киеву. В Кремле в ответ заявили, что это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряжённости. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, территорию Украины осваивают разные поставщики вооружений.